Помощь детям с сахарным диабетом и их семьям. Сегодня в Сургуте эксперты провели рабочее совещание по тематической программе. Спикерами на мероприятии выступили федеральные и окружные эксперты, представители Департамента здравоохранения ЮГРЫ и Национального исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Сегодня в стране около 32 тысяч детей с диагнозом сахарный диабет первого типа. Каждый ребенок с раннего возраста должен уметь сам брать у себя анализ крови, делать инъекции инсулина. Родственникам же необходимо поддерживать его, показывая, что это не делает человека каким-то особенным и не мешает ему жить. Наше исследование, которое мы провели в 8 регионах Российской Федерации, показало, что если в семье трудная жизненная ситуация, например, бедность, одинокое материнство, отсутствие работы, пьянство родителей и так далее, то именно в таких семьях контроль диабета значительно хуже. И именно в таких семьях высок риск развития у детей тяжелых жизненно угрожающих состояний. Дети, которые растут в неблагополучных семьях, особенно уязвимы. По мнению экспертов, чтобы помочь таким ребятам и не допустить критической ситуации, нужно работать сообща. Например, здравоохранение может удвоить усилия в выявлении проблем в семьях, социальной службы, в их решении. Но все это только устранение опасности развития осложнений. Ни в коем случае нельзя допускать отстраненности ребят с сахарным диабетом первого типа от общества. Сахарный диабет – это один из вариантов особой жизни. Ребенок не отличается от сверстников. Поэтому ни в коем случае ребенок не должен быть изолирован от общества. Он не должен быть на домашнем обучении. Он должен быть в социальной среде. Это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова